Привет! Символические пять минут в день, которые сегодня, наверное, тоже выльются в десять. Мы продолжаем говорить об итальянском языке, о грамматике итальянского языка, отвечать на все вопросы, которые, возможно, висят у многих давно-давно. И сегодня мы говорим о определенном артикле, артиккл . Определенный артикль, причем мы сегодня говорим только о единственном числе, чтобы не запутаться. Всем советую вначале посмотреть видео про неопределенный артикль. И перед тем, как мы сейчас будем разбираться с конкретными примерами, одна очень большая просьба. Ребята, не надо, пожалуйста, связывать род существительного в итальянском языке и род существительного в русском языке. Это абсолютно пазл, который собрать нельзя. Это ненужное знание, оно вам никак не поможет, оно только помешает. Не нужно задумываться о том, что слово la carne, мясо в итальянском языке женского рода, а в русском языке оно среднего рода. Нет, не надо. Давайте просто сразу с вами научимся отличать мужской и женский род и сразу учить итальянский по-итальянски, а не по-русски. Потому что наша задача говорить, русский язык здесь, ну прямо скажем, не очень сильно поможет. Поэтому абстрагируемся от того, что мы знали и пытаемся разбираться в итальянском языке на итальянском языке. Alors, l'articulo determinativo, да? То есть, давайте сегодня посмотрим, как он работает, какие виды артиклей бывают и как нам понять, когда нам какой артикль ставить. А потом вернемся к тесту, ну и надеюсь, что в этот раз оно все будет более удачно. Итак, noi adesso guardiamo una piccola presentazione e parliamo un po di tutto. Поэтому мы сейчас, как обычно, приступаем к презентации и на конкретных примерах посмотрим разные интересные вещи. Итак, 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 определенный артикль. Поехали! Перед вами сейчас темным шрифтом выделены все возможные определенные артикли единственного числа в итальянском языке. Я вам напоминаю, что артикль – это одежда существительного. И крайне-крайне-крайне редко мы можем выпустить гулять существительное во фразе, в тексте без артикля. Артикль нам все-таки нужен. Это необходимая часть. Да, пожалуйста, следите за вашими существительными. Встречайте, прошу любить и жаловать. У нас все-таки есть. Итак, перед вами все возможные определенные артикли в единственном числе. Ну и, собственно говоря, давайте мы с вами посмотрим, как нам с ними жить и по каким правилам они у нас с вами работают. Итак, поехали. Главный и определенный артикль мужского рода по умолчанию — это «Иль». Если у нас нет специальных случаев, о которых мы поговорим чуть позже, у нас с вами в тех же случаях, когда у нас использовался «Ун», мы говорили с вами «Ун тавуло», «Ун либро», в случае, когда мы говорим о конкретном столе, о конкретной книжке, у нас пойдет артикль «Иль». «Иль тавуло», «Иль либро», «Иль фрателло». Дальше смотрите, например, «Иль компьютер». Слова, которые заканчиваются на «О» в большинстве своем мужского рода. Слова, которые заканчиваются на «Согласную» в большинстве своем, фактически в превалирующем, мужского рода. «Иль бар», «Иль компьютер». И на закуску небольшое исключение, чтобы не расслабляться. Обратите, пожалуйста, внимание. «Иль тема», «Иль проблема». Вы скажете «заканчиваются на «А». Почему тогда «Иль»? Я вам скажу, заканчиваются они на «А», заканчиваются на «Ма». «Ма». Слова, заканчивающиеся на «Ма» греческого происхождения, и они у нас с вами в итальянском языке мужского рода. Запоминаем, пожалуйста. «Иль проблема» или «Ун проблема». «Иль тема» или «Ун тема». Сюда же, например, слово «панорама». То есть здесь не полный список, конечно. Просто свыкнитесь с этим. Итак, если у нас нет с вами особенных случаев, то артикль «Иль» нас вполне устроит. Но помимо артикля «Иль» у нас есть еще два варианта. «Ло» и «Иль». Давайте разбираться, когда что используется. Возвращаемся к артиклю «Ло». Если вы помните, когда используется артикль «Уно», неопределенный артикль «Ин детерминативо», то в этих же самых случаях определенного артикля мы ставим «Ло». Какие слова мужского рода требует артикля «Ло»? Скажем так, это некоторое сочетание букв или определенные буквы, которые находятся в начале слова. Правильно? Поэтому мы с вами должны вспомнить, что такие словосочетания, как «Нь», «Ло», «Ньому», «Пн», «Пс», «Ло», «Пмеуматико», «Ло», «Псикологу». Все вот эти вот сочетания, с которыми мы употребляли «Уно», в случае определенного артикля у нас потребует именно «Ло». Также буковки «Х», «Икс», «Ипсилон», «Зет». «Ло», «Ксилофоно», «Ло», «Йогурт», «Ло», «Дзио». Но обратите, пожалуйста, внимание, это очень важно. Сейчас посмотрите, пожалуйста, на правую колонку. У нас с вами, как мы сказали, сочетание букв, именно вот эти сочетания требуют артикля «Ло». Но если мы между артиклем и словом поставим, например, словечко «Туа», «Твой», или «Мио», «Мой», и «Ностры», «Наш», или «Лору», «Их», то обратите внимание, что происходит в этот момент с артиклем. В этот момент у нас с вами уже нет того самого сочетания, которое требует артикля «Ло». То есть у нас появилось с вами слово «Туа», «Мио», «Ностры», «Лору». В этом случае мы отказываемся от артикля «Ло», потому что того самого сочетания у нас уже перед ним нет. Поэтому я скажу «Ло Ньёмо», «Гном», но я скажу «Иль Туа Ньёмо», «Твой Гном», говоря, например, про игрушку своего ребёнка. Или, например, я скажу «Ло Психологу», «Психолог», но я скажу «Иль Мио Психологу», «Мой Психолог», потому что здесь нет «Пс», и, соответственно, «Ло» мне не нужно. Я скажу «Ло Йогурт», но я скажу «Иль Носро Йогурт Приферито», или я скажу «Иль Лорзил», «Их Дядя». Поэтому я вас прошу не принимать всё как стопроцентную истину, я вас прошу немножко анализировать и смотреть. Если у вас есть требующие артикля «Ло» сочетания букв, да, конечно, это «Ло», но обратите внимание, что слово «Иль Мио Психологу» не нужно ставить «Ло», потому что здесь «Психологу» у нас отделяют словечко «Мио», «Экунди» или «Мио Психологу». Дальше, прошу вас не забывать, что самый главный признак артикля «Ло» или артикля «Ло» это слова мужского рода, которые начинаются на «С» плюс согласную. При этом согласная может быть любая. Да, специально не поленилась и вынесла вам список самых разных словосочетаний. Не только «Ло студенте» и «Ло Спаньоло», но также «Сденьо», «Скако», «Сбокко», «Сваго», что бы вы ни взяли. Любое сочетание в мужском роде «Эс» плюс согласный даст вам артик «Ло». Но опять же, если я скажу «Иль НОСТРО студенте», если это наш студент, зачем вам «Ло», если у вас есть словечко «НОСТРО». Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, да, что правило есть правило, но это правило вызвано определенным сочетанием близко стоящих букв. Если у вас нет этих сочетаний, то артикль «Ло» вам не нужен. Вы скажете «Иль НОЗВАГО» – «Мое развлечение» и «Иль НОСТРО студенте». И, собственно говоря, еще один артикль, который используется в мужском роде, это артикль «Ло» с апострофом, и мы его используем всегда, когда существительное начинается с гласные. Перед вами примеры. ЛАЛБЕРО, ЛОРСО, ЛАМИКО, ЛАТОРЕ, ЛЮЧЕЛО. То есть все эти слова, которые начинаются с гласные, неважно, с какой слова мужского рода, требуют артикля «Л» с апострофом. Произносим вместе, не отделяем, пожалуйста. То есть ЛАЛБЕРО, ЛОРСО, ЛАМИКО звучат как одно слово. Но, опять же, возвращаясь к предыдущим замечаниям, если я скажу, что это мое дерево, я скажу «Иль НОСТРО АМИКО» – «Наш друг», потому что и там, и там у меня больше нет гласной, и, соответственно, артикль «Л» мне не нужен. Поэтому, пожалуйста, внимание на тот артикль, который вы выбираете. Это что касается мужского рода. Идем дальше. И говоря про нашу тему, «Артикула дэми на пиво», делаем чак вперед, и посмотрим на слова женского рода. Прошу вас не делать никаких рассказов с русским языком. С русским это никак не связано. Итак, перед вами на самом деле список слов женского рода. Начиная с самых простых. «Ла рогаца», «Ла роза». Мы помним, что большинство слов на «А» действительно женского рода, и если там нет никаких специальных случаев, это будет артикль «Ла». Обратите внимание на слово «Ла карне», «Мясо». Такое полюбившееся всем мясо, оно действительно женского рода, и в этом нет никаких абсолютно. Ну, вот так вот случилось. Просто свыкните с этим, что «Ла карне». Обратите внимание на слово «Ла звицера», «Швейцарка». Помним, что сочетание «С плюс согласного» работает на артикль «Ло» только в случае мужского рода. Я действительно скажу «Ло звицера», «Швейцарец», но в это же самое время я скажу «Ла звицера», потому что на женский род это правило не распространяется. Итак, дальше. Мы с вами говорили, что большинство слов на «О» действительно мужского рода, но есть исключения. Опять же, смиритесь с этим, они будут, и чем больше вы будете погружаться в язык, тем больше исключений у вас будет. Слово «Ла ману», «Рука». Причем вот эта часть руки. «Ла ману» женского рода. Увы и ах, да, ничего с этим не поделаешь. Слова, которые заканчиваются на «Зи», да, «Синтези», «Анализи». Очень любимое всеми слово «Кризи», «Кризис». Их немного, но они все женского рода, поэтому мы тоже привыкаем и говорим с вами «Ла синтези», «Ла кризи». Ну и немножко о специфике итальянского языка. У нас есть, во-первых, такая вещь, как сокращение. Например, у нас с вами есть слово «моточиклета», да, «мотоцикл». Но «моточиклета» – это очень длинное слово, его очень неудобно произносить. Как правило, мы не говорим в итальянском «моточиклета», мы говорим «мото». Но поскольку «мото» – это кусочек моточиклета, то мы говорим с вами «Ла мото» или «Уна мото», соответственно. И обратите внимание, что слово «радио» в итальянском языке тоже женского рода. Мы говорим с вами «Ла радио» и «Ла мото». Итак, это немножко мы отошли в сторону, но самый классический, самый частый артикль женского рода – это действительно «Ла». И вы видите это сейчас на примерах. Но мы с вами не забываем, что у нас есть отдельные варианты. И когда существительность начинается с гласной буквы, причем неважно, с какой гласной, не обязательно с буквы «А», но также «Ла мико», «Луниверсита», «Лольгейра», «Ле леганца» – все эти слова потребуют употребления артикля «Ла». Да, именно потому что они начинаются с гласной, и поставить «Ла» здесь будет ошибкой. Кроме того, обратите внимание на слово «университа». Хочу напомнить, что все слова акцентированы на конечную гласную, в том числе это не обязательно «А», это может быть «У». «Ла джовинту», «Ла верту» – они все женского рода. И обратите внимание, пожалуйста, на последнее слово, на слово «Лауто». Вы скажете, ну, оно уже заканчивается на «О». Ребята, да, оно заканчивается на «О», но это на самом деле. Помните историю с «Ла мото»? Это очень похожая история. У нас есть слово «автомобиль» и «аутомобили» женского рода. Поэтому «Лауто», хотя мы пока не знаем это по артиклю, но тем не менее, это слово женского рода. Просто примите это. Итак, в женском роде у нас есть с вами «Ла» в большинстве случаев и «Ла», если существительное начинается с гласной. И вы мне скажите, ну, как же так? Получается, что и мужского, и у женского рода одинаковый артикль. И я вам скажу, да, вы правы. Если вы помните, с неопределенным артиклем у нас была разница. Нам с вами нужно было обязательно ставить апостроф, когда у нас было слово женского рода. Когда мы говорили «Ун амико», мы ставили апостроф. Когда мы говорили «Ун амико», апострофа не было. Так вот, в случае с определенным артиклем разницы действительно нет. Я скажу «Ла мико», «Ла мико», «Ла торе», «Ла крича», «Ла аутиста». И действительно артикль совпадает. Это очень просто. То есть, когда вы видите, что у вас существительное начинается с гласной, не задумываемся, ставим и произносим артикль «Л». Вы спросите, ну а как же понять? Ну, понять, как правило, в большинстве случаев можно по контексту. Я действительно скажу «Ла мико», «Ла мико» или «Ла аутиста». Но если там появятся какие-то дополнительные слова, например, «Мой друг» — это уже «Иль мио амико». Вы помните, что как только у нас исчезает гласная, которая требует артикля «Л», все сразу меняется, все возвращается на круги своя, и к нам возвращается классический артикль мужского рода «Иль». «Иль мио амико». То же самое происходит с женским родом. Если мы вставим туда словечко «Мио», «Мая», «Мия», «Мая», то «Л» сбежит, он нам больше не нужен, но вернется на круги своя классический артикль женского рода «Ла». «Иль мио амико» и «Ла миа мико», хотя мы говорим «Ла мико» и «Ла мико». Я думаю, что на самом деле мы сейчас с вами отмотили довольно-таки большой кусок, поэтому я вас хочу призвать не пугаться, просто смиритесь с той мыслью, что у нас в итальянском языке есть определенный артикль, что это одежда существительного, что если я говорю о предмете, который мне уже знаком, или это не первичное упоминание в тексте, или я и мой собеседник понимаем конкретно, на каком столе идет речь, то это уже будет у нас «Иль тавуло», «Иль либро», «Ла рогаца» и «Ла мико», «Ла мико». Поэтому не пугайтесь, как обычно будут такие микротренажеры, чтобы тренироваться. Не забываем, что артикли нам нужны, без артиклей мы, как правило, все-таки не говорим, но я думаю, потихоньку все станет на свои места. Итак, «Иль», «Ло», «Л», «Ла» и еще раз «Л» к вашим услугам. Ну, а о множественном числе поговорим чуть-чуть позднее. Грация тути и ала просима. Чао рогацы!